Номер один. Жао Перейра и Жен-Жинг. В марте 2011 года 71-летний Жао прогуливался вдоль пляжа в Бразилии. Мужчина увидел пингвина, который пытался очистить себя от нефти, которой он был покрыт. Пингвин был родом из Патагонии и боролся за свою жизнь. Если бы не Жао, пингвин бы умер. Мужчина выходил птицу и назвал ее Жинг-Жинг. Жао кормил и ухаживал с пингвином, и затем выпустил на волю. Однако всякий раз Жинг возвращался. Пингвин иногда пропадал месяцами, но всегда приходил домой. Номер два. Гэбби и вороны. История Гэбби и ее ворон началась в 2011 году, когда ей было 4 года. Гэбби, играя на улице, нечаянно уронила пищу на землю. Вороны поблизости увидели это и затем ждали от нее новой кормежки. Когда девочка пошла в школу, всякий раз она делилась своим ланчем с воронами. Доходило до того, что птицы ждали возвращения Гэбби целый день. В благодарность птицы приносили маленькие подарки. На сегодняшний день у 8-летней Гэбби более сотни крышечек, пуговиц, билетиков и маленьких кусочков металла. Номер три. Джон Рэндалл, Эйсберг и Лев. Пожалуй, самая невероятная история отношений человека и животного. В 1969 году Джон Рэндалл и Эйсберг пришли в универмаг Херротс и купили 14-килограммового львенка. Они назвали его Кристиан и привезли домой. Через некоторое время лев стал слишком большим, чтобы держать его дома. Мужчины связались с защитником природы Джорджем Адамсоном, который помог отправить льва на родину в Африку. Через несколько лет бывшие владельцы захотели повидать питомца. Им сказали, что найти льва будет трудно. А если у них получится, то Кристиан, скорее всего, не узнает их. У льва новая жизнь и свой прайд. Когда Рэндалл и Эйс прибыли в Африку, Кристиан направился прямиком в их лагерь и узнал бывших хозяев. Удивительное воссоединение. Лев ласкался от руки хозяев, прыгал и играл с ними. Номер четыре. Дэниел Аспинал и Квиби. Дэниел создал организацию Дэниен Франдейшн, которая занималась возвращением горилл и других диких животных в природу. Однако из его любимец, горилла Квиби, родилась в английском зоопарке. Организация помогла горилле вернуться в дикую природу. Спустя пять лет Дэниен решил найти Квиби и посмотреть, как у него дела. Мужчина спустился в реку, где мог быть Квиби, и прокричал имя гориллы. Услышав голос, Квиби спустился к реке. Встретившись лицом к лицу, двое узнали друг друга и разделили радость встречи. Номер пять. Эрик О'Грей и Пиди. Эрик весил 154 килограмма. У него было высокое давление, повышенный холестерин и диабет. Ему приходилось проходить дорогостоящее лечение, которое обходилось в 1000 долларов в месяц. Эрик обратился к диетологу, который посоветовал завести собаку. Мужчина отправился в приют в Силиконовой долине с просьбой подобрать собаку, с которой у него могло бы быть что-то общее. Это должна была быть послушная собака средних лет. Так он познакомился с Пиди. Заведя собаку, О'Грей потерял 63 килограмма. Ему стало намного легче. Мужчина социализировался, стал здоровее и свободнее. Пиди также потерял вес. Потеряв 11 килограмм, пес стал дружелюбнее и более активным. Эрик говорил, что Пиди видит в нем прекраснейшего человека в мире. И Эрик хотел стать этим человеком. В 2005 году Эрик пробежал свой первый марафон. К сожалению, у Пиди диагностировали рак и вскоре пес умер. Номер 6. Кайли Браун и Снежок Кайли завела утку и назвала ее Снежок. Кайли считает себя матерью Снежка и Снежок думает так же. Летом они ходят на пляж, а зимой катаются с горки. Также утка ходит на футбольные занятия Кайли, спит с девочкой, да и вообще двое не расстаются. Номер 7. Айрис Грейс Халмша и Тула Айрис девочка-аутист. У девочки нерегулярный сон, она не может смотреть в глаза, а также чувствует тревогу среди незнакомых людей. Помимо этого, у нее расстройство поведения. Она не играет с родителями и другими детьми. Когда мама приобрела кошку Тулу, жизнь девочки изменилась. В первую же ночь девочка ударила кошку, но та была спокойна. Также она спокойно реагировала на то, как девочка тянет за хвост и уши. Девочка теряла терпение и Тула успокаивала ее. Когда девочка рисовала, кошка подсказывала движение руки. Родители и учителя увидели поразительные изменения в девочке. Тула даже помогала девочке на занятиях на постановке речи. Номер 8. Мэри Форн и Рэмбо Мэри приобрела Рэмбо 11 лет назад. Став частью семьи, Рэмбо смотрит телевизор с хозяйкой, понимает язык жестов, фотографируется с детьми и даже ездит на квадроцикле. Проблемы начались, когда Рэмбо вырос в длину более 180 сантиметров. В департаменте по надзору за животными женщине сказали, что у нее есть два выхода – отдать крокодила в заповедник или обеспечить его двумя с половиной акрами земли. Женщина парировала, заявив, что Рэмбо не просто аллигатор, а он ей как сын. Номер 9. Уорн Сэмбет и Комриан Комриан – двухметровый питон, который весит больше сотни килограмм. Уорн познакомился с Комрианом в три года. Родители были не против такой дружбы, так как считали, что змея принесет удачу в дом. К сожалению, питону нужно есть 10 килограмм курицы в неделю. Семья просто не могла прокормить Комриана. Пришлось отдать змею в приют, но Уорн часто навещает питона. Номер 10. Доминик Лесберал и ее собака Какие узы могут быть теснее уз брака? Тревис, пес, является ее мужем уже 16 лет. Женщина считает, что ее муж самый лучший и их пара самая счастливая.